Девушки отдыхают Пожалуйста, представьтесь Денис Детрей А вы? Как это меня называют? Звездун Камона Звездец Камона Звездец Камона Вы не промокли случайно? Нет, мы пришли в Волгене и поэтому не промокли Акции большие, толстые Портфель такую масштабную нагрузил Длинные акции Бумажные Нет, если что, я ими обклею туалет, ванную, кухню Слушай, я вчера разбирал подачи документ Здравствуйте Здравствуйте А как Вас зовут? Я Адский А, вот он Адский, Мачаев Здравствуйте, товарищи Кто? Меня на Камоне нет, я там недавно зарегистрировался Я особо, есть такой ник Я торгую опционами Поэтому в ЖЖ там иногда появляюсь на Смартлабе Тоже периодически появляюсь А только опционами, да? Ну, опционами и фьючерсами, соответственно, тоже на РТС, на нашем рынке Ну, как торговлю то успешно в этом году? В этом году были большие проблемы Вот, на прошлой экспирации Скачки волатильности дикие Проблема была именно в скачках Проблема не в том, что она большая или в том, что она маленькая В том, что она непонятно какая Она там сегодня маленькая, завтра опять большая Ну и так далее Я использую Квик, опять же, самые простые там Тренды и так далее Наборы мувингов использую Ну, по сути, мне не нужно точное прогнозирование конкретных там, конкретных целей Мне нужно примерно понимать Куда рынок может дойти, куда не может Поскольку я торгую владельностью И не строю конструкции, которые жестко завязаны на какие-то ценовые уровни Ну и, собственно, этого простого Этого анализа мне хватает вполне Добро Возможно с ним Раз 29,90 Телефон домашний Пожалуйста, представьтесь Вячеслав Вячеслав, опытный трейдер, надо говорить Что-что? Опытный, опытный Вячеслав Нет Малоопытный, неинтересный Я тебя могу на видео снимать Юля, Юля, завтра вы будете звездой Юля Нет, я не буду сейчас говорить на камеру и делать прогнозы Буду слушать? Почему? Он запишет, завтра появишься в коммуне, будешь звездой У меня это конструкция Я правда устал, чтобы все остальное говорил У меня образование позволяет понимать все Читать аналитику И понимать, кто из них гонит пупло А кто говорит реально Снимай человека среди меня, я вопросы задаю Я на камеру повторю Я задаю человеку С экономическим образованием Покажи ты человека, которому Нет Вопрос Как падение нефти на 2 часа на 2 доллара Причем не нефти, фьючерсы на нефть С какой-то там, какой поставкой Юльской поставкой Как оно влияет напрямую на курс доллара Я не знаю Во-первых, об этом очень детально, толково и выразумительно рассказал Армагида Сегодня написал Давай не будем ссылаться на Армагида Я тебя спрашиваю, не Армагида Во-вторых, как бы я Его снимаю, тебя слушаем Во-вторых, мое образование позволяет мне, читая аналитиков Понимать, кто из них гонит пупло Типа как, извиняюсь за выражение, блошки А кто из них говорит толково А кто, как извиняюсь за выражение Кто? Вот Поэтому Вписать аналитические обзоры и так далее Я, как бы, отвык и не собираюсь Вопрос же не в том Ты говоришь, что вчера нефть, там бренд падал на 98 Доллар должен был там что, расти, да? Должен был расти Его держался бы Скорее всего, интервенциями Объясни мне механизм взаимосвязи Вот, цена фьючерса на бренд На какой бирже? Давай Хорошо Макроэкономика Вау Гэлэк О, очень приятно Какой ник я не расслышал Гэлэкс 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 просто убили сейчас весь безриск и, ну, говорю, рано или поздно, просто все равно вся эта денежная масса просто по закону. По закону вообще кругоборота денег, если что-то пошло на финансовый рынок, да, она просто вынуждена будет просто идти. Поэтому, ну, вот, как бы чего плохо не было. А ты сейчас в деньгах или в акциях, вот ты лично? Ну, вот прям в моменте, прям в моменте полностью в деньгах, да, ну, вот сейчас, ну, ты понимаешь, что сейчас можем нарисовать какой-то технический отскок там, да, еще недельку там, на две по технике, вот буквально вот с пятницы, да, Сенька у нас вот число-то, да. Сегодня, да, 13 июля, пятница, да, ну, поступили сигналы на покупку, по крайней мере, да, и может, конечно, движение там до 140 опять вновь состояться, вот, но в конце, в последнюю неделю июля будет одно очень знательное событие, которое, в принципе, сильно повлияет на рынке. Это у нас состоится, опять, дебаты между республиканцами и демократами, надо будет принять налоги, которые велбуш еще, вот, им будет необходимо это сделать. И если же будет эта вся тягомотина длиться долго, как и в том году, помнишь, как там в году в августе мы там, по повышению планки госдолга у нас там не начались дебаты и, ну, из-за этого рейтинг понизили, в общем, если быстро примут, то все будет классно. Пойдем, нас там ждут, спасибо большое. А, по системе. Голова закрывает. Нет, нет, по системе. Она мне шляет сигнал. Вот, некоторые системы сама переключают позиции, а некоторые я ручкой переключаю. С чем переключаешь? У тебя кнопочки? Есть кнопочки, buy и sell называется. Есть такая программа, называется транзак и квик, еще есть такая штука, да. Ну, у тебя в этом первом полугодии нормально переключалось все? Все отлично переключалось, у меня даже результаты подведены, я заработала 1,8%. Я в плюсе. За сколько? А? За сколько? За полгода. Ну, конечно, все смеются, говорят, что это ужасный результат, ужасно отвратительно. Смеются, причем те, кто слил, наверное, процентов по 30, по 40. Да, это кто не торгует. Да, пошли момент, а ты что заработал, что смеешься? Какой право ты имеешь смеяться? Да, а что у меня? У меня вообще по душе все счета в нуля, если на оно пошло по итогу полугода. Вот, так что я даже лучше, я даже лучше, вот. Поэтому торгуйте по системе. Так вот, берете крючика. И что дальше? Да, ну вот так получилось, что дуэль у нас сложилась так, что вот и я, и Юрников выжили, хотя стреляли мы друг друга смертельными чередями. Значит, а вообще я хочу сказать, что у нас сегодня очень много новых людей на наших встречах. Обычно к нам входит вот коллектив, который сегодня только половину составляет, а еще половина – это люди новые. Вот адский организатор этого дела. А его не затимай. Почему можно? Только в комментарии мы… А тебе понравился мой новый проект? Да, твой новый проект… Нет, мы с тобой договорились, это наш проект, который будет терминировать конкурентов. Мы пьяны, он пьяцует, а где он не пойдет, у нас и нас отогнаться. На рубашку. Такая рубашка называется «Гетто» в определенных кругах. Но вы должны знать, что здесь нет. Где же я вращаюсь? Нет. 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 Ручка, нет. Да, замачивай. Да не надо. Не нашла? Не надо. Нашла, вот она уже смотрит. Хреново, что у «Газпрома» написано нет. А какой твой сценарий-то? Ты будешь... Друг, ты знаешь, вот, можно сказать, впервые, в принципе, да, за последние полтора года, да, я не могу себе четко поставить сценарий развития, хотя бы даже среднесрочное развитие сценария рынка. Потому что сейчас, блин, ну, настолько все помешалось и настолько все, как тебе объяснить-то, блин, ну, фундаментал, технический анализ, вся эта финансовая парадигма, все эти перетоки капитала, да, они действительно сейчас все смешались. И непонятно, что возьмет в силу. То ли страх возьмет инвесторов в силу, да, и люди начнут продавать, то ли же все-таки жадность возьмет, потому что деньгам деваться некогда. И дабы деньги просто так не парковались и не бесценностной инфляцией, просто деньги вынуждены будут пойти, наверное, к акции. Поэтому, понимаешь, вот этот вот страх или все-таки вот жадность, потому что, правда, понимаешь, крупным компаниям, хочешь не хочешь, им надо что-то показывать, правильно, какие-то балансы рисовать по итогам года, там, да, и показать всем клиентам, что, извините, меня, вот мы заработали, там, процент два, там, извините меня, это нафиг никому нет, какая инфляция, там, два. Поэтому я думаю, что рано или поздно сейчас хлынет весь этот капитал просто на рынке акций. Вопрос времени, да, то ли он хлынет более с низких уровней, там, процентов на 10, ниже, 15, возможно, да, то ли все-таки не будет никакой просадки. Хорошо. А что ты по графику скажешь? Ну, то есть ли график оценит. Андрей, ну, краткострочный сценарий, да. Это первый график, прошу заметить. Это первый в жизни график был составлен. Ну, смотри, краткострочный сценарий согласен, возможно, я бы в него играл. Здесь явно понятно, где ставить стоп, здесь явно понятные цели. Куда будет «Газпром» по этому сценарию? Ну, понятно, что шарти вблизи 160, цель 140, да, грубо говоря, те. Стопки в 2 рубля достаточно, в 2-3 рубля. Но, ну, это как бы, вот смотри, сценарий ближайшей недели и ближайших двух недель. То есть теоретически как раз, если негативный сценарий на август закладывается, да, то этот график четко отработается. В принципе, это сейчас укладывается в тот сценарий, который на август ставлю я. Ну, не более того. Ты вообще-то не думал со мной вместе отсутать какую-нибудь компанию инвестиционную? Еще Женя подтащил. Ну, давай я с этого момента, я начну думать. Ну, давай еще. Ну, что я не вру. Да, подумали в прикол. Я вручаю. Наш рынок рухнет, говорит Шейла. Наш рынок рухнет и даже ниже, чем уровень 2008 года. Поэтому инвесторам я советую выйти и слиться с рынка на волне розыгрыша. Это будет правильный фон. Какой рынок, такой стол. Давай, снимем бычок. Бычка. Верненько снял бычка. Что, Андрей, что ты мне хочешь сказать? Что я переживаю. Да. Я плачу, я рыдаю. Кто же будет организовывать йогу? Неужели Шейла какое счастье? Так что, передаю привет всем. Моя жутки. Моя жутки.